В Уральске сотни дачников не могут попасть на свои участки. Их общество находится по другую сторону Урала. И добираются люди всегда на речном транспорте. Но в этом году конкурсные процедуры затянули настолько, что практически к концу июня с перевозчиком так и не определились. Хотя он в регионе один. Люди расстроены из-за паводка. В этом году и так остались без фруктов и ягод. Ну а теперь и овощи посадить не успели. Люди в отчаянии даже плывут к своим домикам на лодках. Но таких единицы. Ирина Морозова разбиралась в этой проблеме. Дачи в районе Учужного Затона в основном имеют пенсионеры. Люди рассказывают, по 20 лет выращивают там огурцы с помидорами. А в этом году весь их привычный уклад нарушен. Сначала беды принес паводок, а теперь проблем доставляют власти, которые никак не могут организовать транспорт. Автобусы в их общество не ходят из-за бездорожья. Поэтому много лет Дачников перевозил теплоход. Вот она есть стоит, а ехать мы не можем. У них, они ссылаются на все, что хочешь, говорят. Мы считаем, что просто над нами издеваются. Дороги нет. И когда она эта дорога... Мы обращались в Экимат когда-то, они говорят, мы не будем вам дорогу делать. Вот у вас есть водный транспорт, а как вы теперь понимаете, у нас и его нет. Перевозками много лет занимается местная компания Уралфлотсервис. Каждый год приходится участвовать в конкурсе. Но на этот раз его уже дважды признавали несостоявшимся. Работники предприятия сидят без зарплаты. При том, что кроме них возить дачников никто не хочет. Да нет никого. Один перевозчик у нас. Все. Вот все морочит голову. И зачем вот этот тендер, мендер. Ладно, там кто-то еще был. Конкурент такой. А то вообще никого, ничего нет. Просто для галочки, что я не знаю, что делаю. Просто-напросто, по-человечески, надо подкорить к этому вопросу. Раз, навстречу людям идти надо. Пенсионерам иногда помогает молодежь. У кого есть лодки, подвозят соседей до участков. Но это небезопасно и неудобно, признаются сами садоводы. Это уже заканчивается июнь. И когда же мы тогда будем ездить на своей даче? После паводка у нас там все тухнет. Мы не можем попасть на дачи. Перевозят нас лодки правильно. Иногда перевозят лодки. У кого имеют свои частные лодки, он приезжает сюда, забирает семью. И нас забирает, если кто может, может забрать. Но не все на лодках могут, не могут. Потому что ноги болят. Мы не можем на лодке. Залезть, слезть. Очень проблемно нам. В отделе пассажирского транспорта говорят, без конкурсных процедур никуда. Таков закон. Из-за паводка в этом году тендер разыграли чуть позже обычного. Но перевозчика так и не выбрали. Первый конкурс был признан несостоявшимся, потому что был один участник. Второй конкурс прошел 11 июня. Но у участника были проблемы с документами. Поэтому на следующей неделе мы снова будем его объявлять. Неготовые места для посадки пассажиров. Во время паводка здесь укрепляли дамбу. И теперь, чтобы добраться до берега, пенсионерам приходится преодолевать насыпь, рискуя получить травмы. Ирина Морозова, Андрей Сембирев, КТК, Уральск.